Конечно, много интересного, но главное это дикое счастье, понимаете, это вот просто лазерь, выйди вон, это просто удивительно, я вот как начинаю говорить с людьми, они реально в шоке, но я позвонил своему близкому другу, врачу, не Мясникову, нет, говорю, скажи мне, его Сергей Завцов, Сережа, говорю, объясни, пожалуйста, а вот как это возможно, когда человек, пома, и вдруг выходит и с перчаточками, покажите, пожалуйста, это пост Навального. Навальный сегодня разродился таким постом, ну, видите, да, ну, молодец, похудел, шейка чистенькая, на другом месте вдруг, посмотрите, да, у него же на первой фотографии, если будете сравнивать, там на другом месте все было, у него же там торчало, ну, ладно, как бы, там доктор Сосновский вам расскажет. И вот такой текстик человек написал, и он по лестнице идет. Я уже понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. Ну, Леш, слово Донат, брать у хомячков, ну, ты что, дурака-то включаешь? Извините, спылил. В каком месте головы они возникают, где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало, все это было решительно и непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал, и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню. Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает, о, это же лестница, по ней поднимаются, пожалуй, надо поискать лифт. А раньше бы просто тупо стоял и смотрел. Так что много проблем еще предстоит решить, но потрясающие врачи университетской берлинской клиники Шарите решили главную. Они превратили меня из технически живого человека в того, кто имеет все шансы снова стать высшей формой существа современного общества. Человеком, который умеет быстро листать Инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки. Высшие формы – это Убермен, что ли? То есть это что, вот нацистское прошлое исказывается? И образ мышления? Вы вообще понимаете, что ни при каких обстоятельствах человек о пилочном состоянии это написать не мог? То есть это все ложь. То есть он это написать не мог. Вы себе представляете, что такое? Значит, человек отравили, и он ходит по клинике, но он должен быть в боксе. Он может фонить до сих пор ядом. Вон как долго не показывали скрипали, которые реально откинувшие. Поэтому я Сергею спрашиваю. Сережа, скажи мне, вот может человек после того, как несколько недель в коме вот это все ходить? Он говорит, да просто, говорит, это просто невозможно. Но это же просто невозможно. Это, говорит, кого они за дураков держат? Это просто плевок в лицо медицине все вот это. Потому что либо отравление боевыми веществами, либо вот весь этот спектакль. Ну или-или, ну одновременно не получается. Ну просто, ну послушайте, ну любой человек, который находился реально в коме, в тяжелейшее, как нам и говорили, чтобы вот так быстро, я знаю только одного. Ребят, найдите мне, пожалуйста, чудесное исцеление Михаила Ефремова. Помните он у нас тоже? То его из... Да, то его выносили на носилках здоровые мужики из здания суда, он умирал. А потом через несколько недель устанавливал рекорды по бегу по лестницам. И там, и тут лестница. Ну это просто какой-то чудодейственный... Ну вот вспомните, вот он тяжелый и больной, вдруг хлобысть побежал по лестнице. Вот примерно такой же срок. То есть это что теперь новые нормы? Так я должен о чем подумать? Я должен поверить в то, что Навальный реально страшно тяжело был болен? Или то, что нас всех держат за идиотов, впаривая какую-то абсолютную чухню? Но зато санкции. Притом абсолютно омерзительные. Зато о состоянии Навального нам сообщают не доктора. Клиника Шариты отказалась больше. А кстати, скажите мне, пожалуйста, из вас кто-нибудь был в клинике? И вы верили, чтобы так вот легко... А что он вообще делает на лестнице Навальный? Ну если он так тяжело болен, а где медперсонал? А куда он идет? В этих синеньких перчаточках. А не зачем? А где масочка тогда? Ну либо по полной программе против ковида, а то как-то это смехотворно. А кто его фотографировал? Обычно же там режим. Я сейчас хочу поговорить с доктором Сосновским, потому что Александр очень внимательно, очень серьезно отслеживает все, что происходит в условном Шарите. Именно я вот подчеркну этот термин, это меня Александр научил, потому что он с самого начала высказывал большие опасения, считая, что это нам рассказывает некую версию про Шарите. А для меня все происходящее с Навальным не просто странно, а совершенно непонятно. Ну давайте, если хотите, еще раз покажем вот это самое видео с Навальным. Не видео, а фотография. И, кстати, было бы хорошо, ребята, если вы можете совместить первую, вот эту фотографию Навального, а вот можете мне сделать так вот параллельно, что была его вторая фотография, которая появилась раньше, где он с семьей. Ну вы пока подготовьтесь, потом нам покажете, а мы сейчас побеседуем с доктором. Ну что думаешь, Саша, насколько... Ну я когда показал своим там друзьям, таким известным, ну они сказали, ну слушай, ну это такая пошлость, такая глупость, что даже говорить не хочется. Какое отравление? Ну если человек был три недели в коме, чтобы вот это все, он говорит, ну кого они из идиотов держат? Ну там сразу сходятся просто несколько факторов, которые действительно заставляют думать, что все это, конечно, постановка. Постановка. Несколько вещей, мимо которых пройти просто невозможно. Ну давай рассмотрим еще раз эту фотографию. Во-первых, у него в районе горла, в районе шеи нет никаких следов. Ты имеешь в виду вот самую первую? Ну давайте сейчас. Ребят, можете нам хотя бы первую дать, или я, может, у себя ее найду? Мне просто важно... На первой фотографии там можно... Вот на этой фотографии у него абсолютно чистая шея, абсолютно чистая горла. Да, и можете нам ее сделать побольше, именно шею показать? Вот укрупните нам ее, пожалуйста. Можно так сделать? Да, это очень интересно, поскольку он сам говорил о том, что его подключали к аппарату, и что там ему трубку чуть ли не ставили. И на первой фотографии, которую после его якобы пробуждения показывали, там было что-то типа пластыря, то есть такое ощущение, что у него была трахеостома. То есть ему ставили, делали разрез так называемый, в трахею вводили соответствующий аппарат с тем, чтобы можно было его принудительно... Но можно предположить, что эта темненькая полосочка над футболочкой, это как раз шовчик? Нет, нет, нет. Во-первых, он в другом, он идет, он не поперечный, а вертикальный. Там, может быть, в том месте, где у него был пластырь, вполне возможно, что у него стояла конюля в подключичной артерии, через которую ему вводили какие-то вещества. Это теоретически может быть, но то, что у него не было трахеостома, это 100%. Она, во-первых, так быстро не заживает, и вот этот шовчик, это может быть через несколько месяцев после того, что у него было оперативное вмешательство в этом районе. То есть это было бы просто чудо, если бы он в течение трех недель находился с трубкой практически в открытой ране, а потом после этого он вышел на лестничку, и у него ничего не оказалось. Значит, это первая вещь, которая никак не соответствует тому, о чем мы говорили. Теперь следующее. Человек, когда находится в состоянии недвижимости даже в течение 10 дней, а мы знаем, что он находился намного больше, причем он находился не просто в состоянии недвижимости, он был в состоянии искусственной комы. Даже если предположить, что каждый день к нему приходили физиотерапевты и каким-то образом пытались стимулировать его мышечную систему, тем не менее человек, пролежав три недели в коме, не способен спускаться по лестнице. Ты сам спортсмен, ты очень хорошо знаешь, что именно при спуске по лестнице наибольшая нагрузка идет на мышцы, на колени, на связки. И у человека, у которого есть проблемы с вот этой мышечно-костной системой, связанной с долгим лежанием, но он никак не может вот таким легким бегом спегать по лестнице. Ну, давайте сейчас выведем эту фотографию, Саш, вот у нас мы две рядом поставили. Да, 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 вот вещи, которые не совмещаются. Ну, вот я тебе скажу так, вот так ходит по лестнице абсолютно здоровый человек, так не ходит человек, который... Причем спортивного плана, да, совершенно верно. Да, то есть человек, у которого хорошая физическая подготовка нормальная, который чувствует себя легко, у которого нет болей, у которого не застыли суставы долгого лежания, у которого мышцы разработаны, они тугие тоже после лежания, они не атрофированы. Притом, обрати внимание, он держит шею, у него осанка, то есть он похудел, то есть можно сказать, что он, да, что он скорее был где-нибудь на швейцарском курорте для похудания. Он вот больше похож на человека, который худел, знаешь, там водит в искусственную кому, когда там, чтобы похудел, вот он больше похож на человека с этих процедур. Обрати внимание, да, у него теперь непонятно, во-первых, зачем такие перчатки, где его маска, и обрати внимание, у него просто, ну, то, что на левой руке, это, ну, обычно кровь, когда берут, вот такую фигню ставят. Совершенно верно. То на левой фотографии, где он сидит на кровати, у него явно была конюля, которая стоит для постоянного использования, для введения каких-то лекарств, для постоянного, для возможности постоянно анализировать кровь и прочее, прочее. А сейчас у него на левой руке в зоне локтевой вены, у него обыкновенная нашлепочка, которую обычно ставят действительно после забора крови. А вот на левой руке внизу мы ничего не видим. Перчатки непонятно для чего, маска, которая обязательно в немецких больницах, без них просто в нее ходить нельзя. И вот эти, вот эта правая рука, которой он даже не опирается на перила, это тоже такой вот сигнал, которым тоже можно посмотреть. Потом, где сделана эта фотография? Значит, по моему опыту и по моему пониманию, это, конечно же, пожарная лестница, причем совсем не обязательно, чтобы это была больница. Это может быть как больница, так же это может быть и какой-то многоэтажный дом с обыкновенной лестницей. Поэтому вот это сзади потертая штукатурка какая-то непонятно. Я очень сомневаюсь, что современном... Чуть-чуть выше поднимите картиночку. Наоборот, выше, выше, выше. И справа вы увидите еще, вот, увидите потертую штукатурку какую-то, какие-то полосы. Это совершенно не похоже на клинику Шарите, которая, в общем-то, с иголочки была отремонтирована совсем недавно. И даже пожарные лестницы, я сомневаюсь, что имеют у них такой вид. Поэтому у меня вообще очень большие подозрения, это сделано ли это в Шарите или это где-то какое-то другое место. О том, что это другое место, говорит и отсутствие маски. Потому что в Шарите я не представляю себе, чтобы он вышел на... Саш, да на вот это обрати внимание. На вот эту больничную обувь. Вы кого за идиотов держите? Да, я это тоже в своем утреннем твите написал, потому что это уж совершенно понятно. В интенсивной терапии сложно представить себе человека, у которого стояли бы черные ботиночки, зашнурованные, кстати, очень тщательно, в которых он вышел из палаты и ходит по пожарной лестнице. То есть обычно это, если это больница, то это такая обувка и такая одежда, которая у людей, которая имеет возможность выходить на свежий воздух. То есть все это вместе воедино сведенное позволяет мне сказать, что кадры эти сделаны где-то в другом месте, что не находился он в коме три недели, это 100%. Самое большее, возможно, несколько дней, что состояние его уже давным-давно очень хорошее, и что все разговоры о тяжелом отравлении, о трахеостоме, о ИВЛ, под которым он находился очень давно, это все фантазии, фантазии Фариатиева, которые нам придумали, и которые нам выдают для того, чтобы мы поверили в эту версию отравления, которую им, конечно, теперь нужно подтвердить. Ну и теперь, если взять его письмо, это тоже замечательная вещь, мимо которой пройти невозможно. Во всем его посте в Инстаграме, в котором он представляет свою эту фотографию, первое, нет ни одного слова своих близких. Ну, есть определенные законы психики, определенные законы человеческого поведения. Человек, который находился в состоянии смерти, практически он находился в состоянии клинической смерти, если говорить так о его положении, и он выходит из этого положения, и он пишет такой интересный пост, больше похожий на политическую декларацию, в котором ни одного слова нет ни о своих близких, только он благодарит врачей. И все остальное. Ну, еще там вот эта вот фраза, я ее не вижу, к сожалению, текст слишком маленький, где словами Гробового он говорит о каких-то высших силах. То есть вообще какая-то такая фраза, которая, ну, даже я все могу... Высшая форма существа современного общества, да? Володя, это что? Что это за высшая форма существа современного общества? Это можно только представить себе, что если он находился в коме, что у него очень сильное изменение психики, причем не в лучшую сторону. И у него возникли какие-то видения, и он голоса, и он с этими голосами сейчас он разговаривает, и о чем-то сейчас он говорит. Это абсолютно неестественная и ненормальная формула. Теперь очень интересный момент, где он пытается симулировать амнезию. Он рассказывает о том, что пишет о том, что он никак не мог каждое утро вообще не мог никого вспомнить, не узнавал людей, не мог находить какие-то слова. И тут же он пишет, каждое утро ко мне приходил доктор и начинал ту же самую процедуру. Это как получается? Он в состоянии тяжелой амнезии вообще ничего не помнил, но когда к нему приходил доктор, он помнил, что доктор каждое утро приходит и спрашивает у него какие-то слова. Это же не день сурка, понимаешь? Когда ты просыпаешься каждое утро в 5.55, у тебя все начинается сначала. То есть в этом случае ты действительно ничего не помнишь. Не бывает амнезии, здесь помню, здесь не помню. То есть если ты помнишь, что к тебе приходил доктор, но не помнишь всего остального, то два варианта. Либо у тебя какая-то особая амнезия, либо ты просто врешь и симулируешь. Либо это не ты пишешь. Да, либо это не ты пишешь, совершенно верно. Это тоже об этом можно говорить. Короче, вся эта ситуация, знаешь, она меня наводит просто на ту мысль, которую мы уже с тобой неоднократно обсуждали. Отравления, конечно, никакого не было. Все этой компашки сейчас нужно просто очень оправдаться перед всеми. В первую очередь перед немцами. И, конечно же, нужно каким-то образом доказать, что это отравление было. Ну, кроме того, что здесь, конечно, еще возникает вопрос. Помнишь, ты показывал хороший такой юморной фильм о Штирлице и Шарите? Так вот, у нас теперь появились еще пальчики из пианистки появились. Я имею в виду госпожу Певчих, которая свои пальчики должна была неминуемо оставить где-то на всех этих бутылках. Которые, как я подозреваю, если соответствовать версии, выдвинутой ближайшим окружением Навального, то они контрабандисты особо опасного боевого отравляющего вещества. Контрабандисты, причем дважды пересекшие границу. Один раз границу России, а второй раз границу Федеративной Республики Германии. Это понимается, что Певчих могла весь Берлин погубить? Нам же рассказывали в свое время в Солсбери, что количество новичка, использованного в Солсбери, было достаточно, чтобы все в Солсбери погубить. Ну, я, знаешь, об этом не хочу размышлять. Для меня важно другое. Это состав преступления. Это однозначный состав преступления. Если немцы готовы принимать, и немецкие органы готовы принимать версию в то, что она привезла с собой бутылку с боевым отравляющим веществом, то, понимаешь, ну тогда у меня ничего другого не остается, как сказать, ну значит вы ее прикрываете. Потому что если вы ее не прикрываете, вы обязаны возбудить уголовное дело. Я напомню, в 1994 или 1996 году, я точно не помню, я рассказывал эту историю, когда самолетом Люфганзе из Москвы во Франкфурт привезли контейнер с плутонием. И пытались в этом обвинить тогда Россию. Сказал, что вот смотрите, это такая страна зла, из которой можно вывести плутоний, достаточный для создания грязной атомной бомбы. Потом оказалось, что это была операция немецких спецслужб, которые таким образом хотели компроментировать Россию. И был очень большой скандал, люди поуходили в отставки, кого-то сняли, кого-то наказали. Но кто нам не дает, может дать гарантию, что и в этот раз это не такая же операция, целью которой служит компроментация России и компроментация вообще российского образа жизни и российского руководства. Но я, честно говоря, думаю, что это гораздо более сложная комбинация. Я там чуть попозже выскажу свои странные мысли. Как немцы реагируют на все происходящее? Никак. Вот абсолютно никак. И это тоже очень такое... Это уже любопытно. Знаешь, что меня удивило? Меня удивило, что после того, как одна немецкая газета написала, что было обнаружено не в теле, нигде еще, а только на бутылке, как выступил Хайка Масс, который сказал, что были обнаружены следы новичка и на теле, и внутри. То есть они его заставляли пить и еще втирали в него. Но удивительно другое, когда на эту тему говорит министр иностранных дел. Не следователь, не врач, а министр иностранных дел. Компетенции которого в этой области, ну, скажем так, не очень велики. Ну, да, здесь, понимаешь, здесь надо просто понимать. Министр иностранных дел, это в Германии, тем более, это особенно видно, это чисто номинальная фигура. Он озвучивает то, что ему дают, и то, что готовят для него его статс-секретари, и все статс-секретари, и вся его команда. Поэтому я не исключаю, что Хайка Масс просто озвучил то, что ему подсунули, и то, чего он сам не знает. Вот эта версия о том, что и внутри, и снаружи, она звучит в разных средствах массовой информации, кстати, по-разному. Это тоже говорит, подчеркивает вот эту ситуацию, которую никто не знает. А где были эти средства? Я предполагаю, что если они были, то это были некие маркеры, которыми располагала Мария Певчих, и которые не были на бутылке. Бутылку она пронесла нормально, она уже, находясь в Берлине, находясь в самолете, нанесла эти маркеры на бутылку и представила их немецкой стороне. Скорее всего, это выглядело именно таким образом. Тогда эти маркеры, они настолько слабые, настолько микроскопичные, что, в принципе, вреда они нанести не могут, но обнаружить их специальными методами, специальными способами немцы могли. Вот это могло произойти. А тогда очень тяжело доказать, то есть теперь немцы должны, немецкие службы должны понять, где эти следы были нанесены, когда они возникли. Можно ли считать эту бутылку аутентичной, действительно привезенной из гостиницы в Томске? Или должно быть подозрение в том, что эта бутылка была обработана, например, в полете? Здесь опять возвращаемся к вопросу, кто были эти пилоты, кто были сопровождающие лица, какое они имели отношение к сопровождению. Скажи мне, пожалуйста, я же плохо вообще понимаю, а какое право имела бригада взять на борт певчих и еще с непонятными материалами? Или она им не сказала, что у нее с собой бутылка и передала ее уже кому-то совсем другому? Вот кому физически передала певчих эту бутылку? Не думаю, что это был кто-то. Если это был кто-то на борту самолета, то тогда вся операция рушится вообще. То есть это, ну это я не знаю, как это можно доказать. Я предполагаю, что когда они приземлились, певчих, как мы знаем, исчезла. Куда она исчезла до сих пор, мне непонятно. Я не знаю, как она оказалась опять в Лондоне. Но где-то же ее следы можно проследить, проконтролировать. Подожди, подожди. Но я простой еврейский парень. Девушка в Берлине дает интервью, что ее посадили на медицинский самолет. Как кого? Она не жена. Она не родственник. Дальше. Если она привозит с собой что-то и говорит, это из номера Навального. А кто это возьмет? Это же должны брать под опись. Это же должно верифицироваться, должно быть доказано, как это попало. Ни в одном суде это не устоит. Нет. И ни один немецкий следователь такие улики никогда не примет. И ни один немецкий суд никогда не будет их рассматривать как улики. Это абсолютно исключено. Но здесь просто я точно так же тебе могу задать вопрос. А где те люди, которые разрешали вывоз тела Навального? Почему никто не полетел? Почему не сделали опись? Почему не пересмотрели все вещи тех людей, которые с ним летели? Обязаны были это сделать, понимая то, чем это все может закончиться. Вот сейчас кусаем локти все и говорим, а как и что? А ведь это было сделать очень просто. Достаточно было сделать акт приемки передачи, говоря обыкновенным казенным языком, и все вопросы были бы решены. И больше ничего никто не смог бы подложить. Потому что все, вот он есть акт, и больше ничего нет. Но это, я даже не понимаю, это такие вещи, которые настолько стандартные, настолько рутины, что когда они не делаются, приходится задавать себе страшные вопросы. Вот смотри, сейчас, вот сейчас давай такое разберем с тобой. Есть такая контора, называется BBC. Вот покажу, что такое непрофессионализм. BBC говорит, две обсуждавшиеся конспирологические теории. Улетел ли ты с Алексеем на частном самолете сразу сюда в Германию? И каким способом ты передала немецким специалистам биоматериалы? Ту самую бутылку. Что отвечает Певчих? Про самолет это правда. Я действительно улетела на том самом медицинском борте, который вез Алексея. И эти бутылки, множественное число, злосчастные улетели вместе с нами. На этом самолете была Юлия Навальная, и семье требовалось некое сопровождающее лицо. Этим лицом оказалась я. Вот и все. А у нас есть дальше продолжение этой беседы? Да, там полное интервью, конечно. Нет, нет, я просто дальше. Стоп, стоп, стоп. Дальше, заметь. BBC, я просто специально, не задает вопрос. А бутылки-то передала кому? Кто их принял и где? Вот прилетает человек, ничего не знающий, в Берлин. И у нее бутылки, которые у Лики. И она их передает кому? Таможеннику, который ее встретил. Пограничному офицеру, который ставит печать в паспорте. Ну или проверяет ее английские паспорты. Она кому физически передала бутылки? Журналиста BBC это не интересует. А меня очень. То есть она передала, значит, должна быть какая-то опись. Должно быть доказано, что это за бутылка. Как она попала. Что на ней находится. Заметь. У журналиста BBC не возникает такого вопроса. А можно я немножко продолжу еще это. Вот смотри, вот допустим, она прилетает. Я это интервью полностью читал, там по словам разбирал его. Она прилетает. И допустим, передает некому имярику, передает эту бутылку. Значит смотри, если представить себе, что допустим, даже это был представитель полиции или другого следственного органа. Она передает бутылку. И что она должна говорить? Она говорит, по моему предположению, на этой бутылке есть следы отравляющего вещества. Значит, в результате этого должно быть немедленно все закрыто, огорожено. И она в том числе. Дезинфикация. И она в том числе. Должно быть возбуждено уголовное дело по контрабанде боевого отравляющего вещества. Все люди должны быть взяты под контроль. Люди, когда после короны прилетают, они на пять дней идут в карантин. Хотя у них нет никаких симптомов, но они обязаны это сделать. Сейчас в Германии такие правила. А здесь прилетает человек, который говорит, слушайте, у меня тут две бутылки. И на них, наверное, был новичок. У нее забирают эти бутылочки в пластиковом пакетике. И после этого говорят, ну ладно, ты лети в Лондон, если что, мы с тобой поговорим. Но это же курам на смех. Это же вообще никуда не годится. В BBC, понятно, они не задают этот вопрос, потому что они понимают, что на этот вопрос не может быть ответа. Иначе ей пришлось бы назвать того человека, который у нее это принял. А как только она назовет того человека или ту организацию, которую у нее приняли эти бутылки, то вся эта операция взрывается просто как мыльный пузырь. Потому что мы сразу получаем то заинтересованное лицо, которое получает фактически то, что сегодня пытаются выдавать за самую основную лицу. А главное, какое право он имел ее принять? Ну это уж точно. Нет, нет, это серьезный вопрос. Теперь смотрим. У BBC вообще были разные версии. По словам пресс-секретаря Навального, перед вылетом, перед ранним вылетом из Томска, он не завтракал и только выпил чай, который купил уже на территории Томского аэропорта. Так что пока основная версия отравления тот самый чай. Во всяком случае, Навальному стало плохо вскоре после вылета. Это примерно через час-полтора после чаепития. И по словам экспертов, это укладывается в картину отравления новичком. Ничего так, да? В картину отравления новичком. Теперь эти прям дураки вообще не понимают, что такое новичок. Какие полтора часа? Десять минут максимум. Смерть сразу и большая. Десять минут максимум. Но я, ты знаешь, я все-таки остаюсь при своем мнении, что вероятно, это была инъекция инсулина. И, как мы знаем, папа госпожи Певчий как раз руководит фирмой, разрабатывающей технологии по безболезненному и незаметному инъецированию различных медицинских средств. Поэтому здесь может быть все что угодно. Мы сейчас можем рассматривать две параллельные версии. Ну, давай-то посмотрим интервью, видеоинтервью Певчих про состояние Навального. Да, я периодически его навещаю. По поводу его состояния, ну, естественно, не я должна комментировать эти вещи. Он выздоравливает. Еще очень много работы впереди, потому что, ну, во-первых, он, любой человек, который провел три недели в коме, он разучился делать какие-то совсем-совсем базовые вещи, о которых мы даже не задумываемся. Этот процесс занимает время. А в случае Алексея это не просто трехнедельная кома, это еще и отравление боевым веществом, последствия которого известны, ну, скольки, трём-четырём людям, которые прошли через аналогичное и выжили. Он читает новости, он почти нормальный, хорошо знакомый нам Алексей. Вот, но с точки зрения физического восстановления потребуется, конечно, еще какое-то значительное время, мне кажется. Но она же говорит вещи взаимоисключающие. Очень похоже, что у нас стоит на берегу одного из берлинских каналов. Я не успел там толком рассмотреть, надо внимательно посмотреть. Но вполне вероятно, что это интервью делалось в Берлине. Это тоже нужно проверить еще. Да, это интервью делалось в Берлине. Только скажи мне, а как ее могут пускать к Навальному? Как кого? Как к человеку из близкого окружения господина Навального. Это вся та же... У тебя человек, который отравлен боевым отравляющим веществом, он фонит еще долгое время. Посмотри, как с Крепалями общались. Это вообще же все. Что такое? А главная фраза. Он учится простым вещам и он читает новости. Как это одно с другим сочетается? Он говорит, что он слова не помнит, забывает. Это заготовки. Это заготовки все. Это заготовки все.